Всем привет, дорогие друзья! Я очень рада приветствовать вас на своем канале. У нас сегодня с вами будет большая распаковка, поэтому устраивайтесь поудобнее, наливайте себе что-нибудь вкусненькое и давайте начнем. Я уже, конечно, открыла эту огромную коробку, которую я заказывала на сайте Рандеву. Напоминаю вам, что в данном магазине действует мой промокод 10ПАВЛОВА, который поможет сэкономить вам 10%. Обязательно заглядывайте и желаю вам приятных покупок. Мы с вами начинаем. Я, правда, не уверена, что у меня все в одно видео поместится, но в случае чего я разобью на два видео. Один аромат я точно оставлю для отдельного видео, это моя давняя хотелка, поэтому если вы не хотите потеряться со мной на просторах ютюба, то обязательно подписывайтесь и нажимайте колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых видео. Первое, о чем я вам хочу рассказать, вот в такой вот коробочке, в отдельной коробке, в коробке мне пришла свечка. Я давно смотрела на эти свечи и слышала о них очень приятные отзывы о том, что у них неплохой состав, здесь кокосовый воск и самое главное, что у них очень приятный запах. Я за зиму, я вообще очень люблю свечки, люблю ароматизаторы. За зиму мы, конечно, много свечек сожгли, вообще вот эти долгие темные вечера, да, сами понимаете, так и просятся зажечь какую-нибудь уютную свечу. Эту я планирую зажигать на балконе, сейчас уже будет тепло и будем вечера проводить на балконе, будем болтать и обязательно вот с такой вот свечой, я думаю, будет нам еще уютней. Так, я сейчас открою. Боже мой, вы не представляете, я не сказала, что это запах маракуйя и сливки. Вы только на минуточку представьте, как это пахнет. Ой, я не могу, это очень приятно. Это сливочная, это фруктовая, но пахнет очень натурально. Я ее еще не зажигала, поэтому не знаю, но когда я распаковывала посылку, я уже сразу поняла, что там что-то вкусненькое, потому что пропахла вся коробка. Вот целая коробка пахла этой свечой, представляете, какая она запашистая. Ой, это очень приятно запах. Я обычно не рискую свечи покупать слепую, потому что у меня тоже очень чувствительная на них реакция, если свечка вдруг плохо пахнет или если она какая-то назолевая, мне некомфортно с ней. Я надеюсь, что когда я ее зажгу, она не будет душить все окружающее. Я думаю, что на улице, вот на балконе, как раз у нас там прохладно, будет очень даже ничего. Расскажите, кто уже покупал подобные свечки, если что, я обязательно на нее оставлю ссылку в инфобоксе. Заглядывайте на все, о чем сегодня будет идти речь, я тоже оставлю ссылки и тайм-коды, не забывайте об этом. Маракуйя сливки, лабораториум, ароматическая свеча. Следующее, что мне попадается, это крем. Я вот раз заказала два крема от La Roche-Posay. Один для глаз, вот он у меня здесь на готове, я его уже заранее принесла, потому что я им пользуюсь уже вовсю. Мне очень, кстати, понравился этот крем. Первый раз его заказываю. Какой-то с витамином В5. Это для глаз. Крем для глаз, я сказала. Я название обязательно подпишу в инфобоксе. Здесь гиалуроновая кислота В5, это антивозрастной уже крем, то есть он борется с какими-то такими морщинками. Я не особо, скажу вам честно, верю в какие-то чудеса косметики, но я знаю точно, что вот этот крем, он освежает взгляд. У него немножко такого, не видно так, будто изделька, я поближе покажу. Оттенок. Есть оттенок, который, мне кажется, немного придает такую свежесть взгляду, да, чуть-чуть перекрывает какие-то синячки. Очень классный, вот этот крем для глаз. И вот этот вот крем для тела. Я постоянно покупаю подобные кремы для Рош-Позе. Они есть разные. У меня, у ребенка, у сына склонность к сухости кожи. Особенно зимой, постоянно у него то руки шелушатся, то локти. И сама я тоже очень люблю любая сухость. Вот все, если вдруг обветрились руки или вот просто на локтях, да, какая-то сухость образовалась. Очень комфортно. Это молочко, наверное, больше даже. Это не густой крем. Он абсолютно без запаха. Но я думаю, что знакомый с Ля Рош-Позе. У них нет запаха у кремов. Вернее, он есть, но он такой нейтральный, какой-то ближе к молочному. Ой, очень приятный. Он такой, знаете, жирненький. Я обычно на зиму всегда покупаю, но тут у меня вот закончился раньше времени, а сейчас такой период, межсезонье, тоже все обычно обветривается. Я его и на лицо наношу. У него прям предписание для очень сухой кожи. Буквально вот за ночь проходит сухость. Я проверяла, вот если у меня обветрились, допустим, руки у сына, да, там, или у меня там что-то, ну, какая-то сухость, то ночью наносишь, вот на ночь, да, утром просыпаешься, уже все такое увлажненное. И он помогает буквально вот. Да, я, кстати, часто очень использую стопы мажу, вот, допустим, после педикюра. Знаете, что я еще из кремов заказала, но еще даже не распаковывала? Это Аравия. Я с вами делилась, что мне очень полюбилась косметика от Аравия. Я прям активно пользуюсь, у меня вот этот вот скраб-пудра для умывания. Мне прям кажется, что даже раньше как-то были, ну, допустим, до конца лицо не очищалось после тональной основы, да. А вот с пудрой, которая пенится, помните, я вам показывала, мне кажется, намного лучше стало. Я на пробу заказала пилинг 15-процентный, попробую. И крем с ретинолом. Вот такие два крема. Ничего не могу сказать вам пока, потому что, ну, соответственно, я их не пробовала. Если они вдруг попадут в фавориты месяца, то вы обязательно об этом узнаете, потому что каждый месяц у меня есть рубрика, где я рассказываю о самых лучших продуктах или о самых лучших впечатлениях за этот месяц. Следующая покупка. Я тоже уже распаковала этот аромат и делилась с вами в телеграм-канале. Поэтому, если вы вдруг не подписаны на мой телеграм-канал, то обязательно подписывайтесь. Все ссылки я оставляю в инфобоксе. Что же это за аромат? Это покупка, которая, это покупка, знаете, желанная. То есть дочка у меня заказывала еще даже месяц назад. Она полностью сносила флакон. Ну, мы вместе с ней носили аромат от Ксержов серия Касамарати, Дольче Амальфи. Мы вместе с ней сносили, но в основном носила она. Она влюблена в этот парфюм. Влюблена. Ей очень нравится. И вы знаете, он ей очень идет. Для меня это пряный, теплый, спецовый аромат. Я слышу в нем ноту айвы, слышу яблоко. Но яблоко здесь для меня не кислое. Яблоко здесь печеное. Оно такое, знаете, как будто бы и гвоздичка в нем есть, и корица, и пряность, и теплота. Оно такое горяченькое. Прям вот вы берете в руки вот этот аромат этого яблочка, кожуры вот этой запеченной. Да, для меня вот так пахнет этот парфюм. Я здесь слышу ноту прополиса. Я знаю, что многие ее слышат. И кого-то она отталкивает, а мне наоборот нравится. Это что-то на грани, знаете, как пахнет свечкой. Или вот что-то вот в эту сторону. Очень приятный парфюм. Он сейчас особенно красиво раскрывается, но он и зимой очень уютный такой, потому что он теплый. Такой, ну понимаете, да, пряненький. Классный аромат. Я рада, что ей понравилось. Я с удовольствием ей подарила этот парфюм. Буду сама пользоваться. У меня, кстати, на днях это был аромат дня. Я с удовольствием гуляла по Петербургу вот в этом парфюме. Он действительно такой согревающий, очень атмосферный. Но в то же время необычный парфюм. Да, он, наверное, не каждому понравится. Его нужно обязательно послушать на коже, потому что здесь много таких нот смолистых, да, которые могут раскрыться на вас, ну, не так, как вы ожидаете. Моя кожа любит такие ноты, потому что кожа горячая, разогревает вот эту смолу, и она как-то по-особенному тепло звучит, так обволакивающая. Очень красивый аромат. Третий раз уже повторяю. Я, когда распаковывала, не могла достать его вот из этой коробки, поэтому я не храню его там внутри. Ну, это вообще какая-то напасть. Напишите у кого так же. Я знаю, что мы в Телеграм попереписывались. Многие не могли достать аромат из коробки. У них прям как-то, не знаю, они так упаковывают. Вот серьезно говорю, не просто не могла достать, а я его выковыривала оттуда прям силой минут 20. Ну, достала. И пользуемся с удовольствием. Что у нас следующее? Следующий у нас аромат от Стефану Берлука. Это моя давняя хотелка. Я не скажу, что я прям грезила этим ароматом, но давно у меня этот парфюм в моем виш-листе. И вот я сносила от Левант, который у меня был небольшой сэмпл. Я его сносила и поняла, что он мне нужен. Что я скучаю по этой ноте, необычной ноте ромашки, которую я очень редко встречаю, в принципе, в парфюмерии. Итак, давайте распаковывать. Аромат не новый, аромат 2013 года. Я буду потихоньку распаковывать. И одновременно хочу с вами поделиться, что помимо ноты ромашки, конечно же, я не могла не заметить, что в пирамидке заявлен ирис, и корень ириса, и цветок ириса. И для меня это, конечно, тоже такая, наверное, пудровая композиция, но со своими нюансами. С нотой кожи и с нотой ромашки. Аромат не будет для меня сюрпризом, но, согласитесь, всегда интересно распаковать, посмотреть, как выглядит флакон. Я еле дотерпела. Мне хотелось вот именно на видео это все сделать. Вот такая вот коробочка черного цвета, снимается чехольчик. У меня нет ароматов от данного бренда, и мне, конечно, очень интересно. Да, это красиво. Презентабельно и красиво, согласитесь? Такой золотой флакон. Одно дело на картинке, но когда распаковываешь, и здесь маленькая стразинка сверкает. Видно вам? Да, флакончик, конечно, очень симпатичный. Даже не хочется его оставлять на нем, даже не хочется оставлять на нем свои отпечатки. Слиток золота. Вот правда, слиток золота. Так, это у нас сколько миллилитров? Это у нас 50 миллилитров. Посмотрите, 50 миллилитров, а так красиво оформлен, да? Аккуратненько, симпатично. Ну что, давайте нанесем на себя. Я носила этот аромат. Я не знаю, как он будет раскрываться в жаркое время. Многие пишут, кстати, очень красиво, что он раскрывается, что он именно раскрывается, и вся его красота вот именно в теплую погоду. Он очень необычный. Ой, ну все. Вот первая вот эта нота, нота ромашки, я не знаю, знаете, вот именно не цветка самого может быть не в целом, а вот именно сердцевинка. Я помню, когда в детстве мы собирали ромашку, и не помню для каких целей, но во что-то мы играли. Мы в руках растирали саму вот эту желтенькую сердцевинку, и вот мне на старте пахнет ей, и меня возвращает как будто бы вот в это детство, понимаете? Все-таки парфюмерия — это наши ассоциации в большей степени. Я вот уже сколько раз убеждалась, вот если есть какая-то зацепка, вот что-то тебе напоминает все. И причем, если это приятные воспоминания, то хочется постоянно повторять их, постоянно возвращаться в эти воспоминания. Вот в этом, наверное, и есть магия парфюмерии, что она нас может переносить, может нас перемещать, вернее, во времени, может нас возвращать в какие-то наши воспоминания. И если, ой, ну приятно, приятно пахнет, и ни на что не похоже. Этот аромат, я не знаю, на ничего похожего я ранее не слышала. Здесь, конечно, своеобразная такая есть нотка. Кто-то ее тоже очень хорошо слышит, и я читала в комментариях, землистая нота. Кожа, землистая нота. Для меня этот аромат абсолютно не сладкий, абсолютно не сладкий. Если, может быть, чуть-чуть есть сладинка, вот от этой сердцевинки ромашки, потому что она, действительно, если ее понюхать, то она пахнет травянисто, с таким легким-легким, ну сладковатым таким оттенком. Но так в целом аромат не сладкий. Кожа как таковой, ой, я вижу, как сверкает слиток золота. Кожа как таковой я тоже не слышу. Для меня это больше, наверное, ирисовая история. И буду его носить еще, буду, конечно, с вами делиться впечатлениями. Но я пока, знаете, вот просто... Для меня вообще на самом деле я очень впечатляюсь внешним видом. И я вот сейчас, когда держу этот флакон, конечно, флаконы тоже имеют значение. Они создают вот какое-то, наверное, такое полное впечатление. То есть, если бы... Вот когда ты отливатиком пользуешься, как-то до конца тебе непонятно. А тут, посмотрите, такая крышечка, как она сделана. Видите? Да. Вот эта стразинка очаровательная. Ну просто очарование, я не знаю. Как вам? Напишите. У кого есть этот аромат, пишите в комментариях, как вы его, когда носите, какой его сезон. Вот мне кажется, он сейчас весной будет очень красиво раскрываться. Потому что здесь есть ирис, здесь... Ирис, он вообще в шлейфе очень привлекательный. Вот эти землистые ноты, да. Его, кстати, сравнивают с нудифлором. Многим он похож на нудифлором от Носомата. У меня вообще нет никаких общих даже вот пересечений. То есть, вообще не улавливаю я, в чем может быть их похожесть. Но все мы разные, вкусы у всех разные, поэтому, может быть, кому-то и похож. Вот такая красота. Следующий аромат я давно хотела. И он полная противоположность предыдущему парфюму. Это мое настроение вот на сегодняшний день. Правда, когда я его выбирала, я от этого бренда хотела еще один. Но подумав хорошенько, я определилась и выбрала Эмпатию от бренда The House of Wood. У меня от этого бренда ничего нет. Меня очень привлекают флаконы, честно вам скажу. Мне нравятся эти расписные яички, которые абсолютно, как про них говорят, не повторяются на них рисунок. Они индивидуальны. Давайте будем распаковывать. Да, я вам не сказала, между каким я выбирала. Я думала либо Киприс Шейд или Сайприс Шейд, как правильно, не знаю, читается. Либо Эмпатию. И тот, и этот аромат я хочу уже очень давно. Но вот сейчас я все-таки подумала о том, что, наверное, в большей степени мне хочется вот этой ягодности. В этом аромате мне нравится, как обыграна фруктовая составляющая, нота малины, которая переплетается с табачным таким оттенком. Но табак здесь не сухой, а табак, скорее всего, как вот, ну, может быть, сигареты со вкусом вот этой малины, да, или дым со вкусом малины. Давайте будем распаковывать. Мне очень не терпится подержать этот флакон в руках. Напишите, у кого есть что-то от этого бренда, какие у вас ароматы и каким вы советуете присмотреться. Я, в принципе, многие уже слушала, пробовала, пугали, как-то, знаете, одно время меня пугало вот это название The House of Wood. Я думала, что здесь только удовые ароматы, но на самом деле нет. Очень много безобидных абсолютно парфюмов, причем они все такие сладкие, на грани с гурманикой. Вот, кстати, вот этот аромат, который я хотела, Cypress Shade или Cypress Shade, блин, не знаю, как правильно читается. Он такой землистый, хвойный, землистый, горьковатый парфюм. А вот это, конечно, совершенно про другое. Здесь яркая малина, яркие фруктовые ноты. Ну, кстати, древесность и уд здесь тоже заявлены. Но как-то, знаете, я сносила, у меня был, я помню, я приобрела 8 мл, я его сносила буквально за неделю. Поэтому для меня это всегда, знаете, такой знак, для меня это такой звоночек, боже мой. Без лишних слов, да? Очень красивое оформление, конечно. Одно дело в магазине их тестировать. Здесь вот такая вот книжечка-вкладыш. Ой, он такой, знаете, розоватый. Так, сейчас я его достану. Вы знаете, как я себе долго представляла, что он у меня будет стоять на моем туалетном столике. Вот такое вот очарование. Ну, согласитесь, это нечто. Я знаю, что есть люди, кому не нравится вот эта вся вычурность. Но я не скажу, что я любительница прям таких ярких образов, да, в парфюмерии. То есть я тоже очень люблю и больше, наверное, склоняюсь к такому лаконичному, простому. Но почему-то вот эти флаконы, они меня просто очаровывают. Во-первых, вот тактильно они очень приятные. Ну, у них, понимаете, такой глянец. Они сами такие узенькие, худенькие. Так, сейчас давайте будем пробовать. Что-то там гремит, друзья мои. Что это гремит? Так, там что-то гремит у меня. Слышите? Короче, вот такая вот крышечка, как розовое золото. Оттенок розового золота. Это 75 миллилитров. Написано, что сделано в Италии. Странно. А я почему-то, я не знала, что это Италия. Мне нравится, что оно так трещит. Ладно, я потом разберусь. Почему оно так потрескивает? Ой, а сам флакон, вы только посмотрите. Вот эти вот переливы. Ну, красота. И знаете, вот не верится, что здесь 75 миллилитров. Кажется, что меньше намного. Так, я на другую руку нанесу. Вот у меня сейчас настроение этого аромата. Первое, что я слышу, это вот те самые фруктовые ноты. Знаете, когда их обозначают много разных фруктов, которые мне пахнут на грани с какой-то мармеладностью. На старте этот аромат именно такой. Он похож своим стартом на многие ароматы, честно вам скажу. То есть это вот такое фруктовое яркое настроение, позитивное, которое с заявкой на что-то такое, может быть, даже люксовое, да, то есть девочковое. Но потом он начинает раскрываться. Я в нем слышу даже зеленцу какую-то на старте. Знаю, что здесь заявлена артемезия. Я ее побаиваюсь, эту травку. Мне она часто пахнет кинзой. Она даже на вид мне напоминает кинзу. И какой-то легкий отголосок я здесь слышу. Но вы знаете, в раскрытии этот аромат, конечно, необыкновенный. Он и свежий одновременно, как будто бы в нем есть ягодка вот этой малины и листик малины. Такой, знаете, свежезаваренный чай, куда накидали много-много листов малины, может быть, даже листиков смородины. И все это терпко так заварили. Он красив, конечно. И как я здесь ощущаю табак? Я вам уже сказала, что для меня это не столько вот табачность какая-то, сколько больше напоминает, когда курят фруктовую сигарету. То есть вот что-то такое. Но это абсолютно мне не мешает в этом аромате. Просто придает какой-то немного особенности этому парфюму. Не скажу, что здесь табак играет главную роль. То есть это не история про табак и малину. Но я не знаю, во всяком случае для меня. Я этот аромат так не слышу. Я здесь больше слышу зелени. Причем я ее стала слышать, когда стала носить этот аромат. Когда я его тестировала в магазине, мне казалось, что такая история, знаете, фруктово-сладенькая с древесной подложкой. Но несу еще на себя сюда. Да, этот аромат, конечно, это мое. Это мое. Я люблю. Я люблю такие истории. Даже, знаете, немножко где-то груша, вот какая-то такая пузырьковая на старте тоже вот появляется. Фантазировать можно бесконечно. Это такая история про вот те самые фруктовые ароматы, когда они с какими-то своими отдельными нюансами. Когда аромат усаживается, вот даже сейчас я с вами какое-то время поговорила, то фрукты, они успокаиваются. То есть нельзя сказать, что это такая монофруктовая поливашка. Аромат интересный. Я о душе советую вам с ним познакомиться. Я знаю, что многие этот бренд обходят стороной, потому что за ним тянется такой шлейф, что вроде как это ароматы, ну все такие сладкие, насыщенные, приторные. Но я для себя два точно выделяю. Это вот Эмпатия, аромат. И как я уже сказала, Киприс или Сайпрос Шейд. Вот эти парфюмы для меня лучшие у этого бренда. Я знаю, что кому-то нравится попкорн, с нотой попкорна ароматы. Мне он не понравился, этот парфюм. Потом я знаю, что есть с нотой винограда. Очень яркий тоже аромат у бренда, который пахнет вот этим диким виноградом. Тоже многие его хвалят. Но там такое для меня монозвучание. Здесь все-таки аромат для меня поинтереснее, потому что, повторюсь, здесь вот есть эта зеленца, есть такая зацепочка какая-то. И ой, приятный какой. Слушайте, мне нравится. Буду сейчас с удовольствием его носить. Знаете, вот я сейчас понюхала его, и как будто меня тоже куда-то относит в ощущение каких-то... Ощущение каких-то... Ой, я не могу, прям приятно. Какого-то, знаете, приятного фруктового чая, как будто бы я где-то встречала этот запах. Буду носить его, буду с вами делиться впечатлением. Вот показываю вам еще раз прелестнейший флакон. The House of Food. Надпись. Здесь такой узор у основания. И поговаривают, что вот именно вот эта роспись на флаконе... Ну, я думаю, что это не роспись. Я думаю, что это все-таки просто... Как бы их расписывают вот так в потоке, но сам рисунок индивидуален. Не сравнивала, не знаю, напишите. Ну, прелесть. Просто украсит, мне кажется, любой туалетный столик. Ну что, друзья мои, у меня остался последний аромат в коробочке, и мне бы хотелось посвятить ему отдельное видео, потому что это моя давняя мечта. Об этом аромате я действительно мечтала и давно хотела его приобрести. Не знаю, догадаетесь вы или нет. Давайте встретимся в следующем видео, я вам обязательно расскажу. Тем более у меня помимо этого аромата есть еще несколько интересных отливантов, которые на меня произвели необыкновенное впечатление. Поэтому будет что обсудить. А на сегодня я с вами прощаюсь. Я, как всегда, желаю вам всего только самого доброго, светлого и до новых встреч. Пока-пока.